Ушастые ежи – одни из самых мелких представителей семейства. Средняя длина их тела варьируется от 12 до 23 см. Есть у животного и небольшой до 3 см хвост, морда узкая, серого или коричневого цвета. Ноги сильные, довольно длинные, пятипалые, с коготками. Вес взрослых животных колеблется от 220 до 500 грамм. Это в 2-3 раза меньше массы обыкновенного ежа. Тело этого ежика покрыто короткими тонкими иглами. Они занимают меньшую площадь, чем у остальных видов, и почти не закрывают боковые поверхности тела. От остальных ежей этот вид отличает размеры ушных раковин. Их длина равна до 5 см. В спокойном состоянии большие уши торчат намного выше игольчатого панциря. Они не только делают мордочку животного забавны, но и защищают зверька от перегрева. Ведь по тонкой коже проходит разветвленная сеть кровеносных сосудов. Усиленная циркуляция крови позволяет ей охладиться, и животный не страдает от перегрева даже в жарком климате. В момент опасности зверек скручивается в клубок, складывая ушные раковины вперед и пополам. В отличие от остальных видов, ушастым ежам не удается свернуться полностью. Ушастые ежики относятся к ночным животным, наиболее активны вечером и ночью. Великолепный слух и прекрасное обоняние позволяет им прекрасно охотиться в темноте. Днем предпочитают проводить время в случайных укрытиях. Активно питается до наступления осени. К концу сентября, набрав вес, животное копает нору глубиной до 150 см и проводит в ней время в спячке с октября до апреля. Если в обычное время температура тела ежа равна плюс 34 градусам, то в период спячки она понижается до плюс 2 градусов. После пробуждения могут питаться при свете солнца, пытаясь восстановить потери веса. Особенности поведения зверьков, которые обитают в теплом климате, где кормовая база доступна в зимний период, заключается в том, что в спячку они не залегают. Характер ушастых ежей довольно своеобразный. Ведут одиночный образ жизни и довольно спокойны. Пока им ничего не угрожает. Часто при опасности они не скручиваются в клубок, а стараются убежать. Если это не приводит к успеху, животное разворачивается лицом к неприятелю, громко фыркает и шипит, после чего оно прыгает, стараясь уколоть преследователя. Ушастый еж – прекрасный охотник. Основная его добыча – это насекомые. Их личинки – паукообразные, моллюски, земноводные, присмыкающиеся мелкие животные. Ушастые ежики выбирают для жительства защищенные лесопосадки, заросли кустарников, территории вблизь водоемов. Любимые природные зоны – это степи полупустыни. Африканские ушастые ежи могут поселиться и в пустынях. На территории Евразии этот вид встречается на территории Монголии, Китая, Украины, Кавказа, Ирака и Ирана. На африканском континенте они живут. В Алжире – Египте. Продолжительность жизни этих животных в природе невелика. Ушастый еж в диких условиях живет не дольше трех лет. В зоопарке при соблюдении условий содержания могут прожить 6 лет и даже 10. Если ушастые ежи селятся возле человеческого жилища, то первыми их врагами становятся собаки. Из диких зверей им угрожают волки, лисы и барсуки. Опасны для них и хищные птицы. К сожалению, колючки для врагов очень часто не являются помехой. Например, в желудке филина зверек оказывается целиком. А такой мелкий хищник, как куница, способный найти, разрыть зимнюю норку ежика и съесть его сонного. Очень много животных гибнет не только от естественных врагов, а еще от автомобиля на больших и малых автострадах. Из-за резкого сокращения численности в привычных местах обитания животным потребовался охранный статус, и он был занесен в Красную книгу Российской Федерации и некоторых регионов. Всем спасибо за внимание!